Моё почтение! Меня зовут Dream Reaper, я бездар, завистник и... никто. Именно поэтому я высказываю своё мнение о разных картинах, по поводу... и без. И сегодня я постараюсь обратить ваше внимание на вышедшие серии третьего сезона Вакфу. Обзоры на первые две части вы можете найти, кликнув по ссылкам в описании. Сезон ещё не вышел полностью, но идея ждать пару лет для того, чтобы закончить серию обзоров на одно аниме, мне не особо симпатична. Так что пока обойдёмся трилогией в поисках шести дофусов. Да, вышло только три серии и один спешил по 45 минут. То есть цельная история в три часа. Которую Питер Джексон смог бы расстануть на все девять, но это уже его дело. Откровенно говоря, меня не так радовало изменение качества картинки во втором сезоне, как изменение хронометража серии в третьем. Да, в анимации графическая составляющая несомненно важна, но многим авторам тесно в рамках 22 минут. И это видно. В том же Gravity Falls Хиршу явно не хватало времени, поэтому были сокращение замечательного интро и 30-минутная 12-я серия. Но вернёмся к Вакфу. В прошлый раз я излишневольно обходился с терминами вроде Дофус и Хаос Агреста. Поэтому сейчас, я думаю, было бы правильно объяснить их. Попутно затронув спешил, который вообще-то относится ко второму сезону. Но я не включил его в прошлый выпуск специально, чтобы рассказать о единой сюжетной линии. Ладно, я проебался, довольны? И да, если говорить о моих проёбах, мульт сделан не по игре Дофус, а Вакфу. Но вернёмся к Дофусу как понятию. Дофусы — это яйца драконов, которые увеличивают силу и Вакфу владельца. Вплоть до возможности манипулировать реальностью. Всего их 12. 6 Дофусов и Леотробов, по одному для прирождений каждого из избранных, и 6 так называемых первоначальных. Леотробы попрятали свои Дофусы по разным уголкам планеты. И довольно надёжно, учитывая, что лишь один, Дофус Груглорограна, был обнаружен Ноксом. Но его вовремя прихватили Юга и Адамай. К тому же, если судить по Дофусам Килби и Шилби, они находятся под дополнительной охраной, либо в лице Ордена Хранителей, либо даже одного из бессмертных драконов — Фаэриса. Первоначальные Дофусы тоже вроде как были спрятаны. Например, один хранился у легендарного алхимика Атамая. Но в лёд судьбы они были найдены и... О, я чуть не забежал вперёд. Суть в том, что Фэг, о котором я уже мельком упомянул, пытался с помощью редкого минерала Агрина возродить куклу бога Садида Датуру. Но эксперимент прошёл отчасти неудачно. Вместо создания сердца куклы Атамай создал жизнь. Хотя он делал это и раньше, но всё же в меньших размерах. Однако счастье новоиспечённого отца мрачал один факт. Слёзы Агреста в мгновение ока становились источниками, из которых ключом била вода. Кстати, их можно было бы заключать в бутылке и с их помощью орошать пустыни. Хотя это привело бы к изменению местных эксистем. Боже мой, да всем насрать! Да, что-то я излишне загнался. Атамай оказался весьма хорошим отцом. Но как бы ни были хороши отношения с родителями, детям нужно общение со сверстниками, ибо иначе... А у вас есть друзья? Лучший друг парня – это его мама. К тому же Атамай деятельный, гениальный ум, так что уделять всё время чему-то одному для него было явно невозможно. И попытки общения с ровесниками у юного Агреста, как у отличавшегося от других существа, с разрушительной силой, оканчивались неудачей. И я не знаю, плагиат ли это на Наруто и Гаару, но идея непринятого несчастного ребёнка, который безуспешно пытается найти себя в обществе, довольно интересна. Тем более, что Агрест не сдаётся и продолжает искать то, что нужно всем. Немного любви. Печенье хочет любви, как и все остальные. Ребёнок пытается продолжить работу отца и возродить куклу Датуру, однако Агрест – слишком редкий материал. Поэтому Агрест убегает из дома, чтобы переложить историю спящей красавицы в Мир Двенадцати. Агрест для возрождения Датуры так и не был добыт, однако нашёлся альтернативный вариант, и Агрест получил любовь, отличную от отцовской. По крайней мере, он так думал. Но то ли из-за того, что слёзы Агреста были плохой заменой Агрина, то ли кукла бога Садиды изначально была испорченной, так или иначе, в итоге Датура обманом заставляет мальчика найти шесть дофусов. Уже после окончания поисков, Агрест понял, что его использовали, и пришёл в ярость. Проглотил артефакты, из-за чего, помимо получения невероятной силы, стал огромным, уродливым гигантом. В приступе гнева сбросил Датур в глубокую пропасть, и в отчаянии от содеянного затопил своими слезами треть мира, устроив тем самым так называемый хаос Агреста. С тех пор, в облике монстра, он не обитает на горе Зинит. И чем же он питается на пустой скале? Ну, скорее всего, Агрест — кремниевая форма жизни, а не углеродная, учитывая его происхождение из минерала. Так что энергию для поддержания жизни он может брать напрямую из дофусов. Хотя и обычное питание мальчику не чуждо. Третий сезон Иллиова начинается лет через пять, после событий предыдущего, из-за чего мы имеем некоторые изменения в характере, как у принцессы Амали. Она стала более серьезной и ответственной. Или в личной жизни, как у Гроуви и Евангелины, которые за прошедшее время успели воспитать двух очаровательных детей. Девочку Иллили, похожую и внешне, и внутренне на своего отца. И мальчика Флоппина, принявшего большую часть ген и черт характера от матери, а арбалет — от тети. Их рождение — очередной штрих в рисунок развития мира. Разные расы могут скрещиваться. Не знаю, как обстоит дело с межлюдовым размножением, например, Экофлипов и Азамодос. Так что лучше оставлю на свой сфурифагом. И раз я начал разговор о цветах жизни, стоит вспомнить о бессмертной паре Шилби и Груглорграни, которые уже, наверное, ровесники детям Гроуви и Евы. И, судя по паре сцен в развязке, создатели делают либо спин-офф с детьми, либо небольшую сюжетную линию. Да ну. Ну или мне хочется, чтобы было больше мелких персонажей, что разбавляли все более тяжелый сюжет, легким юмором и диалогами. Что еще сказать? Дети клевые! Да. Пока не платишь за них элементы. Жизнь идет своим чередом, пока королевство Садиды не оказывается под угрозой уничтожения новым пароксизмом Агреста. И хаос его имени может повториться. Из-за чего? Ну, у меня есть одна мысль. Возможно, толчком к пробуждению животного начала Агреста послужило сражение Нокса и Юга близ горы Зинит. Именно этот монстр своим ревом остановил Юга и не дал ему совершить непоправимую ошибку. И в течение нескольких лет эмоциональный груз заполнял чашу терпения гиганта, пока ее объем не достиг своего предела. Поэтому сейчас славное королевство Садиды напоминает Голландию без дамб. Огромное количество затопленных низин с уровнем воды готовым подняться до критической отметки. Так что короли мира 12 решили использовать в противовес шести дофусам Агреста шесть дофусов Леотропов, искать которые отправили Йориса с Экофлипом Керубом и Аугеником Ачмом, своими приемными отцом и дядей соответственно. Но в результате артефакты были похищены и разделены между четырьмя новыми персонажами. Эшем, графом Харрибургом, правителем Фригоста, и неким Сифо с госпожой Эха. Керуб и Йорис, кстати, являются героями отчасти приквела, отчасти спин-оффа Дофус, который представлен в виде сериала и одного полного метра. Мотивы похищения дофусов поначалу кажутся странными, ведь имя могут пользоваться только Леотропы, но под конец трилогии все встает на свои места. Например, и эта информация не будет спойлером, ибо она дается в течение первых десяти минут. Граф Харрибург предлагает заключить союз с королевством Садидор путем династического брака с принцессой Амалией в обмен на два дофуса и Леотропов. Вообще, творческий подход к созданию антагонистов это невероятно здорово. То есть, все ключевые злодеи люди, которых можно понять. Они начинали свой путь как положительные персонажи, но сделали череду неправильных выборов, из-за чего, сами порой того не замечая, страдают. Причем выбор этот подчастую сделан из-за любви или ее нехватки. Видимо, сценаристы справедливо считают, что есть только несчастные люди, а... Злых людей нет на свете. Для сопровождения королевской дочери заботливый отец вызывает ее друзей с братства Тофу, послав за ними Атамая. По прибытии мнения братьев разделяются насчет правомерности использования дофусов. Поэтому король дипломатично отправляет основную пятерку в Фригост, а Атамая, Йориса и Атамая на разведку в пустынное королевство ветра, где, по словам посла короля Бонта, находится старый союзник графа. И подобные коллаборации персонажей основного сериала, спешила и спин-оффа добавляют должные эпичности к происходящему и в целом весьма приятны. К тому же она напоминает одну из серий Доктора Кто. Да ладно, вам последние серии четвертого сезона, где десятый доктор управляет Ардис вместе с Джеком Хартнистом и Сары Джейн и спин-оффа в Торчвуд и приключения Сары Джейн. Результат слияния нескольких разных сюжетных линий в одну и достойное завершение истории как спутников Доктора, так и его самого. Далее происходит много событий и раскрытий мира и персонажей. Например, нам объясняют, как простой Иоп Гроу весь с перво голыми руками побеждает Шушуру Белакса, а потом оказывает серьезное сопротивление лидеру демонов Рушу. Также неправильно было бы опустить факт все возрастающего напряжения между Юго и Адамая, которое дает отличный повод ждать продолжения и в итоге достигает апогея в виде вопроса сколько силы и власти можно дать в руки одного, пусть даже очень хорошего человека. Да, такой вопрос был у доктора кто и во времени приключений, но сценаристы Вакфы нашли свой способ показать ответ на этот вопрос. Подобный разглад как нельзя сильнее показывает значимость родительского воспитания. Детей воспитывали разные по мировоззрению и положению в обществе люди. Юго, обычный нутроф Альберт, простой искатель приключений и тавернщик, любящий и заботливый, в меру отягоченный знаниями и ответственностью. В то время как Ругларагран, воспитывавший Адамая, более суровый и строгий, помнит и хранит наследие своего народа и придает гордость и знание нем своему юному воспитаннику. При этом и дракон, и нутроф хорошие люди с разными мнениями. Так что в возникшем конфликте Леотропа и дракона правы и неправы оба, и кого поддержать лишь ваш выбор. Равно как и решение лайки и подписки. Но, естественно, мое мнение субъективно, неправильно и глупо. Прошу прощения, что у меня у вас время. Удачи с новым фильмом! И да, список моих ошибок огромен, поэтому вот те, что нашел я. Юрий спасал короля Бонта, а не Садидо, а имя отца Амалии Окхард, в английской версии. Наши, если я не ошибаюсь, сердцедуб. Пишите в комментариях, если я совершил новые ошибки или забыл измениться за старые. Именно признавая и исправляя их, я смогу изменить к лучшему контент и себя. Прощайте! Субтитры сделал DimaTorzok